снег зима новый год на носу а я пробил камеру ну как пробил я не пробил я проколол маленькая железная штучка вот это вот вы знаете от корда от фур или то от каких там от грузовых автомобилей потом неистово раскатана другими автомобилями по асфальту и получается такая железячка заостренная ну с двух концов собственно я ее нашел в шине это у меня прокололся аист рубена чешская республика там видно нет не знаю и между прочим ха-ха 2010 год наверное январь размерчик 40 47 ну я думаю она вполне пойдет и на 23 20 ну 25 до 23 пойдет вполне себе короче она у меня пробилась сейчас я покажу этот свой метод как я клею собственно камеры с недавнего времени то есть где-то лето лето 23 так надо накачать дырка маленькая так что сильно спускать не будет я думаю а теперь берем разуваем глазик почему-то наверно изнанку короче вот так вот разуваем пошире глазик и вот так вот тынь 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 опа тоже типа идея а во 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 вот глазиком сразу чувствуется но это конечно без ветви а ва во 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 бурака понятно ее еле 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 видно но так вот потихоньку чертим ножницками а ножнички они опять же они всегда ну крестик короче а не должен быть всегда так теперь берем наждачка розовая белгородская хорошее кстати и пока она не спустила примут вот у нас хоп 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 можно даже не сильно так ну так чтобы этот налет стереть как-то так 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 о ее с того даже видно эту дырку вот когда так ее трешь на дутом состоянии и скорее скорее сейчас спустит хотя какая фиг разница что-то она быстрее стала спускать пойдет а теперь берем вот такую штуку этот двухсторонний скотч если чё опять берем хопа отрезаем маленький квадратик и наклеиваем но это элементарно ватсон хопа все готово вот и вся заплатка можно так поплотнее конечно сейчас ее можно маленько скачать вот но она не сильно конечно скачала но чтобы мне можно было руками вот так вот нажимать все готово потом вот это можно отлепить фигню и чтоб она не клеилась к покрышке то берем какую тут опа кусочек полиэтиленку и вот так вот приклеиваем готово ну а там она уже разотрется как надо все готово ну я там надевать сейчас опять это все это вот или как надевать одевать не буду ибо знаю что короче все это работает прекрасно потому что уже грубо говоря с июня с июня у меня стоят две заплатки на заднем колесе вот такие же точно им абсолютно пофиг все так ну теперь пришел когда одноклеточные с видео свалили те самые которые с объемом мозга 25 мегабайт флеш память их заполнилась им надо срочно переформатироваться идти на следующее видео мы теперь спокойно можем поговорить да кстати 50 процентов вот в это время уже свалили это те самые тиктокеры инстаграмеры тиктокеры я не знаю кто там с очень маленьким объемом мозга ребята они не выдерживают такие объемы то есть минута это максимум все поэтому тиктокеров нету инстаграмеров тоже теперь можем поговорить да почему я пришел именно мать и бог вот к этой штуке да я на ю тубе посмотрел думаю может быть я это ты может быть там есть такой способ одного чувака нашел но у него была другая тема во первых он зачем-то зажигалкой начал поджигать эту камеру не нагревать вроде как а потом приложил какой-то двухсторонний скотч но он был не как бы сказать белый толстенький а потом он его еще и утюгом начал гладить короче песня долгой и для полевых условиях я думаю не не годится утюги вот это всякие зажигалки блин в полевых условиях там ветерок дует и утюгов нету понятно да но непонятно откуда он его взял этот белый двухсторонний скотч по моему это утеплитель дверной идет такой пористый то толстенький такой типа по моим хотя он двухсторонний это не утеплитель на я не знаю что он там где нашел я белое не видел но вот это черненький сама то потом еще я тут записал какой-то чувак предлагает просто взять вот эту вот обычную розовенькая заплатка вот эта гламурная блин у меня тут их нету да вот такую какую-нибудь вот то есть не клеить ее опять же утюгом взять и прогреть и 15 минут держать ну это прикол вообще какой-то не знаю нафига оно нужно у меня тоже утюга не будет в поле потом это все долго 15 минут электричество вырабатывать короче туфта ну для прикола пойдет какую-то публику собрать на видео ну просмотры будут то все но она никак потом какая-то чудесная прикол есть такой супер клей супер клей покупаешь супер клей дырку вот так вот растягиваешь и туда капаешь ну и потом опять так растянул и типа но заклеится вообще спорный какой-то вариант то и как-то честно говоря опять же для просмотров ништяк но для практики не годится но это еще не главное смысле все минусы потом я скажу какой-то сахар с туалетной бумагой типа туда вот откручиваю заводник туда вода ну разбавляешь такую бодягу делаешь кашу из туалетной бумаги воды из сахара и туда ее забиваешь да на хрена она мне нужно портить камеру то блин обалдеть я буду булькать все время вот этой кашей там и потом она опять защищает только вот от таких дырок которые сейчас заклеил от больших дырок по моему не проканает так какой-то чел бычком зажигалкой что-то там он плавил куда-то прислонял бычок этот фильтр видимо там но это тоже баловство непонятное а там дальше пошло вообще капец сама вулканизирующие заплатки бог ты мой ну конечно чё они какие-то дорогие я понимаю может быть они ничего но как-то кто-то говорит что они отклеиваются почему-то я не понял может быть они отклеиваются а может нет а ну и соответственно самый классический метод это взять вот наборчик вот этот умелые руки блин и умелые руки блин или ноги там умелые я не знаю вместе с клеем там заплатками вот это вот простыня заплаток зачем тебя у меня этих простыней заплата где-то везде по всем углам валяются клей-то высыхает а заплатки остаются их много так вот минусы тут ну понятно минусы какие тут утюгов нету полевых условиях жодом супер клей и вообще все что касается клеем минус один почему я пришел именно к этой фигне вот почему потому что я задолбался покупать резиновый клей вместе с этими гребанными заплатками в пятнадцатом году я помню купил но я ж по жаре ехал у меня все прогревается в том числе этот клей там где-то лежит он там горячее все как только ты его открываешь он очень быстро на жаре испаряется поэтому я за пятнадцатый год за сезон купил аж два наборчика клея причем это надо было еще измудриться где-то там в походе в этом путешествие гребаном найти этот купить чертов клей это еще тот то удовольствие на это теряется много времени и короче получается у меня почти каждый сезон я покупаю клей с 2015 года это почти восемь лет за восемь лет я но если 15 взять два считаем 9 вот этих наборчиков купить в принципе получается неплохая сумма сумма это пес ним там сектанты я знаю велосектанты они не любят считать деньги но время потраченное на покупку клея и она как она шел бесценная ли сцена я не знаю короче это большой такой большой объем времени получается если суммировать вот эти вот все восемь или девять покупок клея а он все время сохнет то есть почему-то у некоторых какое-то мнение такое что типа часто же в комментариях пишут иди купи что иди купи как иди купи ну ладно мы опускаем опять же у сектантов деньги не не главное там могут вывалить все что угодно за вот этот их как хобби хобби понятно а время время иди то купи иди здесь купить и там купи туда сходи метнись туда вы где-нибудь видели людей вот я сейчас подойду к соседу скажу сосед но если так это тебе это что то есть вот эти вот писатели которые они думают что время и вообще не важно что ли ну то есть я сейчас могу подойти к соседу и сказать сосед метнись мне вон это купи в магазинчике хлеб сосед обалдеет наверное но почему-то все пишут комментарии иди купи куда иди купи это ты валяешься на диване понятно тебе там просто ляпнул какую-то хрень тебе напечатать это сколько там несколько секунд а ходить по магазинам это гораздо дольше я возможно понимаю что те мамка папка покупает там те же самые клей с заплатками возможно но у меня некому покупать так что я сам хожу так вот надоело мне покупать клей и вот эти все приколы с ютуба они тоже что-то мне не зашли никак поэтому я вспомню вот про эту штуку этот скотч у меня валяется где-то с двенадцатого года пребзя двенадцатый год то есть время ему не подвластно понимаете я не покупаю его каждый сезон я вот купил когда-то но я его перемотал он был на такой кстати еще вот вот есть вот такой зелененький тоже двухсторонний скотч но это он побольше маленько я его купил двенадцатом году он отлично клеит просто он вообще намертво клеит хотя я могу рекомендовать его вообще что-либо клеит то есть вот я его допустим клеил на эти то есть как дублирование идет скажем что-то к вилке как и вы любите то эти на стяжке что-нибудь приклеивать вот это она идет как дублирующий элемент то есть уже не будет вот это вот туда-сюда тереться ну какая-либо деталь очень хорошая вещь и вот именно что время ей пофигу она очень легкая потом у меня наборчик есть вот он у меня наборчик там две заплатки это коробочка от от флешки все она весит грамма 3 ничего не занимает там лежит кусочек наждачки и две заплатки и все она где-то валяется у меня в бардачке там или лежит или же то есть я вообще не парюсь по поводу там какого-то веса вес вообще ни о чем и клеит отлично то есть не надо там обезжиривать что-то я еще думал что надо какие-то вот обезжиривать или что-то там чего-то чем-то спиртофаном каким-то или ацетоном или еще какой-то фигней то я попробовал она работает я не ничего не обезжирю вот так просто зачистил шлепну все готово а цена 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 вот этой фигни она просто копеечная ну то есть вы поняли да вот такая цена у нее то есть опять же эти двадцать третий год 12 господи зашел 11 лет что ли блин 11 лет и мне еще хватит лет на 23 как говорят детям там каким-то внукам и еще хрен знает кому то есть тут заплаток море я не знаю есть у нее срок хранения нету но факт то что он клеит и через 11 лет ему пофиг блин вот эта вот копеечная сумма и больше ты ничего не тратишь и ты не бегаешь по магазинам блин как идиот а сколько бы я вот затратил правда денег за 8 лет или сколько там с пятнадцатого года блин 8 лет блин даже считать неохота ну дофига короче на все эти клеи потому что ты не всегда у тебя есть возможность выбрать вот как вот я в пятнадцатом поехал да он засох я не помню где-то там были в Смоленске что ли блин вот тебе надо срочно этот клей где ты его там будешь брать в этом Смоленске он тебе незнакомый город ты должен где-то лазить а там кстати не густо с этими с веломагазинами там блин совсем чуть не густо может сейчас там что-то тогда не хреново все было там на каком-то зачаточном состоянии и ты покупаешь то что тебе дают то что у тебя вот сейчас вот ты не ходишь там тебя выбора то нет никакого вот он есть и есть тебе надо ехать дальше поэтому ты покупаешь за любую цену цена получается гораздо больше чем вот за эту вот ну это вообще копейки блин ну так что все я чё я уже повторяюсь по моему вот такая фигня короче все очень просто сейчас мать его какая-нибудь скотина посмотрит из этих топовых блогеров так называемых обязательно сплагиатит блин и выдаст за свое блин они знают в очи смотрят